Действительно, мы больше 20 лет в Украине работаем, и сейчас у нас три фабрики, две на Западной Украине. Это Торчин, фабрика Торчин, фабрика Свиточ, и, наверное, всем вам известная фабрика Мивина в Харькове. Что касается инвестора и что касается экспорта, мы довольны, конечно, этой фабрикой. И прежде всего потому, что мы последнее время, если раньше мы были ориентированы, эта фабрика была ориентирована на экспорт в Россию, то сейчас наши экспортные потоки развернулись, и 30% продукции фабрики мы сейчас экспортируем в ЕС. И, мне кажется, это очень хороший пример, очень хороший показатель для украинского производителя именно того, что не космическая технология, а очень простой продукт нужен в Европе. Для того, чтобы начать экспортировать, я глубоко в этом убежден, Украина, особенно в сельском хозяйстве, имеет огромный потенциал. И потенциал не только в зерновых и в подсолнечном, не только в комодите, не только в сырье, но имеется огромный потенциал в переработке. И эти продукты ждут в Европе. Мы не так давно проехали всю Украину с юга на запад с коллегами, которые хотят убедиться в потенциале Украины и в том, чтобы в поиске каких-то специфических, достаточно специфических продуктов, которые можно было бы экспортировать с Украины как сырье, ну, как бы как полуфабрикат. И мы видим, что этот путь, в общем, достаточно простой. И мы не боимся и призываем вас не бояться, нету каких-то специальных процедур сертификации, нету сейчас, особенно сейчас, когда нету пошлин для товаров с Украины, когда есть уже большие компании, я говорю о компаниях в области продовольствия, которые уже здесь работают, работают много лет, работают хорошо. И сейчас мы начинаем удовлетворять не только те 45-50 миллионов локальных потребителей, но мы начинаем работать на экспорт, что не было приоритетом раньше. Мне кажется, что если мы говорим об экспортной политике и о политике инвестиционной, то, конечно, можно говорить, и попытаюсь быть деликатным очень, о привлечении новых инвесторов, о том, так сказать, и о том, что такое инвестор. Вообще мы, в общем-то, наверное, мы немножко по-разному понимаем слово инвестиции и то, что в статистике называются прямые инвестиции, и то, что мы делаем как свои капитальные вложения в наши фабрики. Это инвестиции или нет? Внутренние инвестиции, да? Но вот в чиновнику, в областной администрации, вот эта галочка, она не зачитывается, да? Он ищет инвесторов, которые купят акции или пойдет на фондовый рынок, которого, в общем, не особенно существует. Но мы, это, конечно, это не философский спор, и мы, просто я немножко в другой сфере работаю. Но мне кажется, что, во всяком случае, в области пищевой промышленности все самые большие инвесторы уже здесь. И, к сожалению, мы все время, мы счастливы, мы счастливы, мы будем работать, мы будем развиваться, но мы хотим, чтобы, уже, наверное, это слишком много, мы хотим не только, чтобы не только министры говорили по-английски и думали по-английски, а мы хотим, чтобы на обычном уровне к нам тоже относились как к... Боюсь сказать немножко по-другому, да? Но более рационально. Я приведу вам несколько примеров из... Мы можем много встречаться на форумах, можем говорить о, там, новой полиции и так далее, о том, что мы построим дорогу в Рейни за счет таможенных сборов. И этот фактор вдруг останавливает контейнеры с кофе, потому что изменился курс Реала, и в гривнах кофе стал дешевле, а таможенник хочет, чтобы он стал дороже, чтобы он был дороже, чтобы больше налогов заплатили, а таможенная служба не работает, потому что никто не принимает решения. И, откровенно говоря, мы сейчас... Это конкретный случай, в результате которого мы не можем выполнить заказ Министерства обороны. Я не знаю, куда обращаться. Мы доходим до того, что в рамках чинного законодавства чиновники Волинской митницы пишут листа у торгового промышлого палата в місто Жуковске и Российскую Федерацию и проверяют сертификат ответственности СТ-1 за 2013 рік. И благодаря тому, что они не получили ответа, ну, понимаете, какой ответ вы собираетесь получить из Российской Федерации, предлагают нам доплатить, потому что этот товар теперь уже не подлежит режиму свободной торговли. Понимаете, мы понимаем, что это идиотизм, но это тоже и бизнес. И мы, в общем-то, все разговоры о потенциальных инвесторах этих напарков, они разбиваются об вот этот вот какой-то вот, ну, просто бред. К сожалению, это тоже существует. И мы готовы помочь. Мы готовы в этом поучаствовать. Мы готовы. Мы в прошлом году проводили очень успешный семинар об охране труда. Мы сейчас планируем провести семинары о том, что такое ХАСП. Объяснить, что ХАСП – это не космическая технология. Это всего несколько тысяч, там, гривен или евро. И вы сможете экспортировать свои товары. Во всяком случае, вы будете соответствовать европейским нормам. Но когда мне звонит директор фабрики в Харькове и говорит, что его вызывают в милицию и предлагают с собой принести по уголовному делу, которое ни больше, ни меньше называется противодействие вооруженным силам, и предлагают принести статут подприемства и другие регистрационные документы, дозвольные документы на занятие господарской деятельностью, копии документов, которые подтвердят право властности, будильные и споруды за адресой Харьков-Московский проспект, копии документов на право користирования земельной дирекой, перелик наймених працовников, вказанным посадом, датой приемной работы, датой звольнения за 2014-2015 год, копии накази про призначение посадовых оси предприемства, копии договорив о ренде с арендаторами. Понимаете, это обычная рутина, но мы опять же возвращаемся к иностранному инвестору, и переполох совершенно не соответствует уровню запроса лейтенанта милиции, майор милиции подписал. И, конечно, это вещи неприятные, которые я говорю не потому, что нам некомфортно, а потому, что я хочу подтвердить, что даже в этих условиях мы будем работать, потому что потенциал Украины огромный, потому что изменения мы видим, потому что тот кофе, который мы сейчас не можем поставить в армию, мы выиграли в открытом тендере, что вообще никогда, ну, долгое время, скажем так, мечтать не могли, или мечтали, и наша мечта сбылась. И поэтому мы верим в Украину, мы верим в ее рынок, мы верим в ее людей, самых грамотных, во всяком случае в Европе, исходя из того, что у нас во Львове есть 950 сотрудников, это белые воротнички, которые обслуживают финансовые операции всей Европы. И это огромный рынок, и мы, конечно, приветствуем призывы к потенциальным новым инвесторам, но мы очень хотим, чтобы и к тем инвесторам, которые уже, это было бы, конечно, равное отношение, но чуть-чуть более равное, чем к всем остальным. Спасибо. 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 Спасибо.